Новые встречи, яркие эмоции и большие возможности. Добро пожаловать на самый высокогорный форум в России МАХАР-2022. Новые встречи, яркие эмоции и большие возможности. А уже сегодня высокогорный северокавказский форум МАХАР-2022 впервые стал площадкой для всероссийского конкурса молодежных проектов. В целом форум прошел успешно, ребята все довольны и они отмечают, что самым лучшим решением организаторов было то, что здесь ограничен доступ к интернету. К сожалению, в этом году мы были вынуждены в связи с тем, что проводили грантовый конкурс, все-таки протянуть сюда спутниковый интернет, чтобы обеспечить бесперебойную подачу интернета во время публичных защит проектов. Но участники были в целом без доступа к интернету и вместо того, чтобы сидеть в своих гаджетах, в социальных сетях, они проводили время за общением, за здоровым таким качественным общением и уедут отсюда уже с крепкими друзьями. И будут долго общаться друг с другом и уже изъявляют желание предварительно подать заявку на участие на следующий год. Ежедневно участники форума встречались с экспертами и приглашенными гостями самого высокого уровня. Так, в один из дней площадку Махара посетили вице-премьер республики Дмитрий Бугаев, депутат Народного собрания Ахмат Байрамуков, министр по делам молодежи Карачаева-Черкесии Ибрагим Татаркулов и исполняющий обязанности ректора Карачаева-Черкесского государственного университета Таусултан Узденов. В ходе встречи участники презентовали гостям свои проекты, задавали интересующие вопросы и получали по ним обратную связь. В свою очередь вице-премьер отметил готовность правительства Карачаева-Черкесии как всесторонней поддержки инициатив молодежи. Я бы хотел прокомментировать. В целом, большой молодежь, тебе большое спасибо. И назвать человека с ограниченными возможностями, я бы у меня язык не повернулся. У тебя неограниченные возможности. Вот лично, не знаю как, поддержат или не поддержат эксперты Федерального агентства по делам молодежи. Лично от меня тебе хороший фотоаппарат по приезду. Продолжай двигаться. Определите марку нам, мы все приобретем, передадим. На самом деле, любую выставку, любую всестороннюю поддержку можете у нас даже в 24 на 7. Спасибо большое. Особенно тепло участники форума встретили исполняющего обязанности ректора Карачаева-Черкесского государственного университета Таусултана Узденова. Именно при его непосредственном участии когда-то и зародился форум «Махар». Теперь же, помимо высшего учебного заведения, в партнерах уже числится Министерство по делам молодежи, Российский союз молодежи и высокогорный креативный кластер. Я хочу поблагодарить руководство Карачаево-Черкесской республики. Конечно же, прежде всего, Рашина Борисбевича Темрезова. Только по его поручению стало возможным проведение этого форума на таком уровне. Большое вам спасибо за то, что поддерживаете такие начинания нашей молодежи и университетского сообщества. Организаторы форума в целом уделили большое внимание образовательному блоку. Были проведены тренинги от ведущих экспертов Росмолодежи и гостей федерального уровня. Ребята смогли узнать все тонкости написания проектов и успешные защиты. Сегодня мы с ребятами обсуждали публичную защиту. Я рассказал им секреты, которые помогут подготовиться к этой защите, чтобы они в течение трех минут могли максимально эффективно рассказать о своем проекте, чтобы мы, как эксперты, смогли его оценить, знать самые сильные и самые интересные места этого проекта. В рамках нашего форума впервые мы запланировали провести всероссийский конкурс молодежных проектов. Поэтому социальное проектирование – основной блок. Дальше мы сейчас взяли популярные, постребованные направления – студенческий туризм, креативные индустрии, ну и, собственно, молодежная политика, которая в себя включает и социальное проектирование. Вот эти четыре блока мы решили организовать. Позаботились на форуме и о физическом здоровье участников. Ребят водили на Нарзанный источник, в поход к Гондарайскому водопаду, ежедневно проводили зарядку и организовывали спортивно-развлекательный досуг. Функционировали волейбольная площадка, футбольное поле, а особо меткие могли пострелять из лука. Молодежь активна, спортивна. Это очень сильно обрадовало. Как обычно, как всегда, люди, молодежь, все спортсмены любят игровые виды спорта. Большая заинтересованность была в волейболе, но так как мы с вами на Северном Кавказе, есть стрельба из лука, я их тоже очень сильно завлекла. Толпами, часами здесь стояли и большое спасибо Роберту Баскаеву, Капушу, наружу которой провели мастер-класс. Центром внимания многих участников стали современные и в то же время аутентичные арт-объекты, которые были спроектированы студентами Крачао-Черкесского госуниверситета. Рядом со многими из них были сделаны сотни фотографий на память, которые теперь активно набирают лайки в социальных сетях. У нас ребята очень активные. Мы подумали, какая у нас будет арт-площадка в виде какого-то шатра, где они будут показывать свои творческие номера, или будет арт-объект, как наподобие вот то, что вот видите у меня на фоне, махар в моем сердце. Очень прикольная доска, получается, на которой в ночное время, суток, очень много людей фотографируются, потому что очень красиво горит. У нас есть главный наш первый арт-объект, который у нас с 2015 года, если не ошибаюсь, автором, который является Ибрагим Руздином, за что я ему благодарен. Это Эльбрус, который на многих площадках не представляли. Он нас выручал. Там проходила как раз презентация социальных проектов. У нас также есть дверь в махар. Она представляет себе огромную такую дверь с обоями поклеенными, железную, металлическую, где мы выходим в кадре, попадая прямо на территорию махара. У нас есть там арт-объект сена, такие тюки сена, где есть очень старые деревянные, из одного дерева сделанные вилы, бурка, папаха. Конечно же, центральным событием форума стало проведение грантового конкурса. К экспертной оценке были допущены почти три десятка проектов, многие из которых были высоко оценены профессионалами. Если сравнивать, что у нас в этот год, то в первый год стало 80 площадок, куда мы ездим. Многие площадки впервые, как, например, махар. Но уровень ребят и уровень подготовленности здесь иногда даже выше, чем на некоторых больших всероссийских форумах, которые мы проводим. Очень удивилась, сама удивились эксперты тому, какие темы затрагивают ребята. То есть это не просто, например, какие-то студенческие фестивали, как это обычно бывает, либо какие-то там форумы, а такие глубокие темы, то есть там поддержка медицины, поддержка музыкантов, то есть глубина и проработка самих тематик, то есть сразу видно, что не сначала была идея, а сначала была проблема, которой человек проникся, и потом пришел к тому, чтобы социальным проектом ее можно было решить. По итогу форума обладателями грантовой поддержки стали восемь участников из разных субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Так, участник из Ингушетии Али Картоев защитил проект по благоустройству туристических мест в родной республике. Как признается молодой человек, он был очень рад победе, но еще больше ему понравился сам форум и люди, окружавшие его целую неделю. Проект посвящен развитию туризма на территории республики Ингушетия, а именно в горной части Джарахского района. Наша команда планирует оснастить данные площадки беседками, зонами отдыха для приезжих туристов и также местных жителей. Защитился я впервые, занимаю руководящую должность данного проекта впервые тоже, а так защищался в команде в общем. Мне очень здесь нравится, тем самым в последние дни уже, как бывает на всех форумах практически знакомишься со всеми, и ты не хочешь уезжать, хочешь оставить частичку себя здесь, но приеду в следующем году и будем налаживать связи, отношения дружеские для дальнейших совместных проектов. Грантовую поддержку получил и проект Шамиля Хапаева из города Карачаевск. Целью его проекта стало освещение футбольной площадки в родном городе для того, чтобы футболисты могли тренироваться в темное время суток. Игровое время в течение дня очень маленькое для любительского футбола в городе Карачаевск, то есть ближе к вечеру, допустим, с октября по март, по апрель, короткое время, то есть темнеет быстро, и заниматься, тренироваться надо ездить или в Черкесск, или в ближайший октябрь, чтобы тренироваться по футболу. Мы на площадке освещение ставим, тем самым, чтобы было время потренироваться более взрослому поколению. Маленькие-то, понятно, при нем тренируются, а остальным негде тренироваться, так как стадион главный на реконструкции, он или 23-го, или 24-го года. Я, безусловно, рад, я так хочу пожелать всем жителям нашей республики, нашей страны, чтобы они просто посетили этот форум. Без лишних слов, просто чтобы они посетили, а потом в конце сказали свое мнение об этом. А вот Лаура Джуева представила проект, направленный на гармонизацию межнациональных отношений. Сама девушка выросла в смешанной семье и очень хотела бы, чтобы жители Карачаева-Черкесии как можно больше узнали о традициях и обычаях соседствующих народов. Этот проект я подавала еще на Северо-Кавказский грантовый конкурс, это то, что проходило в марте или в мае, что такое было. Вот так он не прошел, но после этого конкурса я проходила несколько раз консультацию экспертов, доработала этот проект и вот подала на этот грантовый конкурс всероссийский, и тут он показал свой репеток. Церемония награждения победителей получилась яркой и эмоциональной. Участники и организаторы горячо поздравляли обладателей грантовой поддержки. Позже состоялась церемония закрытия, где команды показали свои авторские номера. Не обошлось без слез от расставания. Многие ребята попросту не хотели уезжать, но организаторы форума пообещали встретить всех уже в следующем году на Махаре 2023. Мадина Лайпанова, Аслан Гирюгов, Али Бастанов при поддержке пресс-службы Карачаево-Черкесского государственного университета.